Хо-хоу! Как в Мортал Комбат! Ты уверен, что он может пробить кевларовый шлем, пройти сквозь мозг, вылететь и пробить еще один шлем? Хо-хо-хоу! У этого парня никогда не будет детей! Здоров, меня зовут Дэнио Ривера. Вот уже 10 лет, я морпех и эксперт по стрельбе 7 лет подряд. Не забудь лайк, коммент и подписку на канал, чтобы выходило больше видео как это. Точно в усы. Думаю, это реально круто, что они сделали фаталити, как в Мортал Комбат, когда пуля проходит через мозг. Мне очень нравится этот маленький измеритель пульса слева внизу, не видел ничего подобного в видеоиграх. Думаю, это клево показывать такой игроку, как сердце персонажа ускоряется, и его нужно замедлить, чтобы сделать отличный выстрел. Задержка дыхания прямо перед выстрелом – это правильно. Возьмем, к примеру, Call of Duty, как один из самых популярных шутеров. Там ты тоже должен правильно дышать. Делаешь хороший глубокий вдох и удерживаешь дыхание, чтобы поймать естественную дыхательную паузу. Естественная дыхательная пауза – это любая пауза между вдохами. Например, когда ты вдыхаешь, а затем выдыхаешь, и время перед новым вдохом и называется естественной дыхательной паузой. В этот момент ты успокаиваешься, фокусируешься, и уже тогда медленно, но уверенно нажимаешь на спусковой крючок для точного выстрела. И после выстрела ты снова делаешь вдох. Я думаю, что Спрингхилд. Хочу сказать, что у него калибр 7,62. Не уверен, что он может пробить кевларовый шлем, пройти сквозь мозг, вылететь и пробить еще один шлем. Думаю, что это невозможно. Может быть, только один раз, не два. Мне нравятся эти показатели. Классно, что прицел дает такую полную информацию, вплоть до того, куда попадет пуля в реальном времени. Отлично. Драгон Слипер. Классный прием. Тому парню нужно было реагировать быстрее. Отлично. Сквозь шеи. Акция 2 по цене одного. Хо-хо-хоу! У этого парня никогда не будет детей. Забудь об уничтожении грузовика. Ты разбил его яйца. Перед тем, как я скажу, что хочу посмотреть на анимацию попадания в коленную чашечку, я бы действительно хотел увидеть, как персонаж стреляет чувака, а у того железные яйца. Это было бы круто. Теперь у нас перемещение в городской среде. Нас учили не стоять во весь рост. Нужно постоянно прижиматься ниже. Чуть подсаживаться в ногах. Из этой позиции можно быстро набрать скорость, или наоборот упасть на колени, занять укрытие. Это такая тактическая ходьба. Позволяет тебе не высовываться, дает хороший контроль оружия, потому что если выпрямиться, это сковывает. Мы всегда расслабленные и гибкие, передвигаемся медленно, перетекая. Потому что, повторюсь, из такой стойки ты можешь упасть, прыгнуть, побежать. Я думаю, в игре действительно неплохо показали, как выглядит перемещение во время задания. Здесь ты наверняка заметил, как он попал в того парня, ненавидя перекрестья прицела на него. Как он поднял его выше и правее того, куда он в итоге попал. В этой игре реализована физика стрельбы согласно действиям силы гравитации и ветра. В основном, когда ты, к примеру, прицеливаешься на непонятную дистанцию, ты стреляешь и мажешь на большое расстояние, потому что ты не принял в расчет, что пуля, пролетая 600-800 метров, или на сколько он тут стреляет, постепенно падает и отклоняется от траектории, потому что гравитация тянет ее вниз. А сильный ветер может отклонить пулю не меньше гравитации, и надо ориентироваться по раскачиванию деревьев или искать дым на открытом воздухе, чтобы определить, в какую сторону дует ветер. Здесь он смещает прицел, стреляет и попадает именно туда, куда хотел, потому что учел все эти составляющие. Кевларовые шлемы созданы, чтобы защищать тебя от пуль калибра 7-62. Они выдерживают несколько попаданий, так что я не думаю, что пуля смогла бы пробить на вылет такой шлем и убить второго человека, потому что при попадании в кевлар она очень сильно замедлится. О, в этой игре есть рукопашка? Ладно. О, он разбил ему лицо. Ударом ладони вогнал нос того чела в его череп. В подобной ситуации всегда нужно выбирать позицию, в которой ты сможешь видеть больше, дальше, лучше, чтобы контролировать всю зону и видеть свою команду и местоположение противника. Но когда твоя позиция раскрыта, и как, например, в этом моменте у противника численный перевес, несколько пулеметов, они стреляют по тебе, а у тебя винтовка со скользящим затвором, ты, по сути, лишаешься своего оружия, потому что винтовка со скользящим затвором в любой ситуации медленнее, чем несколько стреляющих в тебя ребят с автоматами. Так что да, ты хочешь занимать выгодную позицию, но как только тебя обнаружили, когда все знают, где ты, ты должен срочно ее менять, искать новое место. Никогда нельзя сидеть неподвижно в такой ситуации. Воу, круто! Хо-хоу, как в Mortal Kombat! Жаль, что в реальной жизни нельзя замедлить все, это дало бы большое преимущество. Он хочет убить троих? Четверых? Два, три, четыре. Думаю, убить четверых людей одной пули вот так невозможно. Думаю, убить трех людей одной пули невозможно. Но это было круто. Может быть, если подобрать идеальные условия, выстрел с близкого расстояния, все без шлемов, и пуля пролетает через глаза, тогда да, может быть. Здесь вся моя военная форма. Пустынный вариант, парадная форма, лесной камуфляж и моя основная форма. Я больше не в морской пехоте, так что храню всю ее здесь. П thereby, наверное, protector. Продолжение следует... Продолжения следует... Продолжение следует...